Это общая тема, я включил запись. Вы понимаете, самое ужасное, что горячие головы говорят, а это не от коронавируса они умерли, это среди тяжело больных, послушайте, вот довод какой, это среди тяжело больных, просто у них процент заражения и среди них стал выше. Те из них, кто бы умирали бы и так, просто из них будут умирать. Это неинтересно. Нет, но это нет, это конечно неверно. Но вот горячие головы, к сожалению, нам близкие, окружающие нас, они так говорят. Ну вот 207 человек, я помню, после Йом-Кипура я посмотрел, было 1499. Сейчас, наверное, каждому человеку стоит иметь этот приборчик, потому что, чтобы узнать, что у тебя упало, тебе надо знать, сколько у тебя в норме, в норме это тоже серьезно колеблется. Ну да, да, это правда. Значит, нужно сейчас, до того, как, не дай бог, человек заразился, чтобы он узнал, сколько у него было. И тогда, если у него любые опасения, первое, он начинает снова этим приборчиком и видит, какие изменения. Да, да, конечно, 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 конечно. Тем более, врачи сейчас, во всяком случае, в состоянии две недели назад, они не доверяют прививкам, а смотрят по косвенным признакам. Не доверяют тестам, вы имеете в виду? В смысле, тест, тьфу, тест. Ну да, ну понятно. Понятно. То есть, только в случаях, когда… Ну и Трамп, я вам скажу, Трамп был не негативный, когда он был на этом диспуте с Байденом, да? Да, да. Вот я вам хочу сказать свое личное наблюдение. Я посмотрел на этот диспут и сказал себе, наверное, Трамп болен. Ну, может быть. Явно видно было, что у него… Он выглядел просто внешне более слабым, чем собеседник. Ну да. А для него это не характерно, он обычно доминирует над собеседником. Он более слабым был, и у него было… Это то, что вы сказали. У него было… Им же всем сделали проверки перед встречей, да? Чтобы меньше заражать друг другу. Они даже об этом сказали. Да. Ага. И у них была адресатная. А еще через день-два у него была положительная. Да, да. У меня знакомый врач, социализирующий шар и цедок. Она говорит, что совершенно нереально взять… Только если это распространилось очень. Взять… Получить нормальный тест человека… Ну, так как берут сейчас, когда человек стоит на пороге этого корона, ему засовывает из окошка, через окошко этот… Ну… Ну, сейчас же есть какие-то экспресс-тесты вроде… Ну, я не знаю… О них говорят? Вот это что-то появилось, но… Что-то новое, да. Не показать. Ну, то есть, то, что проверяет на коронавирусе… В смысле, в этих караванчиках, оно не показывает… Оно показывает релевантно только, когда распространилось и так… И всем людям надо давать то, что дают Трампу, да? Давать антивиральное… Потому что большинство людей как раз в слабом и среднем состоянии находится. Ну, да. Ну, да. Часто. Но это, наверное, дорого, да? Давать всем. Я не знаю. Я не знаю. На самом деле, как бы, весь вопрос в целе установки. Если есть спрос, если будет спрос, то сделать производство более дешевым, ну, не ослабляя контроль, не уменьшая контроль. То есть, насколько я понимаю, это не сложно для современных технологий. Если уменьшить, то долю, которая за разработку берут, да? Ну, да. А за само производство, то… Там, по-моему, насколько я понял, только используют антитела из… Ну, переболевших для того, что… Я не очень. Я не знаю. Вы знаете эти антивиральные препараты, да? Ну, я прислал вам ссылку. Я не успеваю, к сожалению. А. Я прислал вам… Вы меня спросили про это, я прислал вам… Давайте я перешлю еще раз. Ну, ладно. Потому что… Сейчас не надо. Аарон, вы уставший, я наоборот хочу вас… А. А то ваша жена будет нас опять угадать. Вот. Вы потом прислете, только если можно, если вы мне что-то шлете, то с заголовками, как минимум с заголовками… Я в ватсапе вам прислал, сейчас я пришлю вам… Ну, как хотите. Лучше вас сейчас вот пройдет отдыхать. А. Все тогда. Счастливо. Рад был видеть Владимира Симха. Набирайте энергию. А. А. Последний еще я…